сейчас выступит основатель и собственник семейной сети барбершопа белая борода пётр шрекин ваши аплодисменты его добрый день дорогие друзья ну как говорится мой фака я начну пожалуй следующего когда мне попросили дать тему а как же моя тема будет называться я сказал я назвал одно два слова и устроители этого мероприятия сказали слушай ну не надо но как-то жестко могут кто-то обидеться я говорю слушай профессионал саш профессионал никогда не обидится поэтому у меня вообще-то называется как из дерьма сделать пулю потому что те ситуации которые мы по знаем мы прямо называем дерьмовая ситуация и когда мы вот а когда саша мне говорит суши ну ты измени ну как так я ну давай ну давай из песка потому что что дерьмо что песок когда сжимаешь пытаясь оттуда чего-то выдавить и то и другое всегда между пальцев там лишнее все выходит остается то что вот ты зажал сколько здесь силы было возможностей и ты зажал вот здесь и так коротко красивый бизнес салонный бизнес это наш семейный бизнес мы 10 лет с супругой наталья и занимаемся этим делом ну естественно больше занималась она но где-то лет четыре-пять назад клиенты начали говорить мужчины наталья александрович ну как-то сидим тут дамы накрученные там про свои условно говоря какие-то проблемы говорят сидим мы нам неудобно им неудобно а не можете ли вы сделать отдельный какой-то кабинет для мужчин вот с этого все начиналось мы так был начали уже об этом думать вдруг мне наталья говорит суши а есть такой барбершоп и игорь и я говорю понимаешь но слово барбершоп у меня ассоциируется как-то секс-шопом чё так это ближе к родному какому-то такому а вот барбершоп она говорит суши ну поедь посмотри поскольку я человек такой практичный практичный и я в прошлом офицер спецназа поэтому системные стараюсь системно подходить к этим всем вопросам я поехал стричься в один из барбершопов меня стригут стригут хорошо я задаю молодому человеку как молодому лет 30 я говорю слушай а как давно работаешь он говорит полтора года я говорю стоп дай-ка мне зеркало посмотрел вроде ровненько я говорю продолжай ты точно полтора года море да я я полтора года работаю у нас салонах там 8-10 лет до мастера и здесь я ну а ты кто он говорит я вообще-то инженер авиаконструктор заряд другой мы как тебе сюда занесло тут я могу хоть что-то заработать меня вот это заинтересовало я приезжаю думаю слушай ну слушай интересно какая-то тема такой для меня внутренний вызов я говорю давай займемся она горит флаг тебе в руки дорогой а я занимаюсь салоном красоты первое что сделал я пошел учиться как я пошел учиться очень коротко начал звонить google в руки начал звонить школой в школах слышат мой голос говорят извините пожалуйста а сколько вам лет но я на всякий случай говорю 50 хотя уже за 60 игорю 50 и и общая фраза вот была такая ну извините пожалуйста знаете вряд ли у вас вот не получится в вашем возрасте твою мать думаю и нахожу вас здесь будет дима в огоровске выступать звоню диме я говорю дмитрий вот я хочу как бы он говорит приезжайте я приезжаю он на меня так посмотрел сначала напряженно помогает вы точно это хотите и вот дима мой был первый учитель очень многому я в него научился и расскажу очень интересный эпизод это все про факт о о персонале стоим значит буквально 2 3 занятия пока мы все это дело смотрим и рядом со ну и в этот день такой парикмахер но такой волос как сейчас у меня он больше такой есть красивый такой стоит и дима заканчивать стрижку и клиента ведет на мойку и поскольку волос и воротничок он сбросил и дима поскользнулся я так дима я говорю береги себя он проходит я био инцентивно беру метлу лопату и начинаю сметать волос это красивое великолепие молодой говорит а ты еще вот там подмети а там ребята барберы работают я поворачиваюсь иду пацанов подметаю ребят ряд палыч ну да ну что вы пацаны в не вопрос подмел сбросил через пять минут перекур и это великолепие тоже там поднимается наверх ему объяснили кто я что и перелом начать пёт павлович извините вот понимаете ну как бы я наверное лично сказал нет брат ты не лично сказал ты сказал так как говорит парикмахер что такое парикмахер понимаешь я сейчас тебе скажу одну мудрость постарайся и запомнить когда ты приходишь на работу для тебя очень важно как выглядишь ты как выглядит твой инструмент как выглядит твое рабочее место дай бог чтобы это тебя волновало как выглядит твое рабочее место а для меня как для собственника бизнеса как для директора очень важно как выглядишь ты как выглядит твой инструмент как рабочее место твое выглядит как рабочее место всех остальных как они выглядят как в целом как мой туалет выглядит как подсобное помещение я подхожу к своему бабушок я смотрю где-то как урких чё почему таки убрали а где там пепельница почему лавочка там почему свет чему рекламу не включили и тогда понимаешь в чем если бы сейчас дима сломал бы здесь себе руку или ногу то наше бы обучение отбросилась уже на полтора месяца ты думаешь здесь и сейчас а собственник всегда думать что дальше вот что дальше что будет завтра послезавтра через год у нас было помещение мы я возвращаюсь помните да у нас было помещение мы решили там открыть барбашок герои стандарта 24 пользуюсь случаем белая борода начали делать набор дали объявление по стандарт начали приходить люди наталья на меня посмотрела загадочно горит суши я как бы занята ну давай первая неделя я был в шоке как это выглядит приходят мастера обоего пола для себя я предел так ну как правило в барбершопе должны работать мужчины пофигу барбершопе должны работать мастера какого они пола и какой национальности пофигу должны работать мастера и начали приходить мастера были интересные звонки вы директор да у меня старше десять лет я на веру отлично думаешь класс уже поперла ну нормальный кабинет подходит не выдавать его жду берите модель вы меня наверно не поняли у меня 10 лет стажа или там 8 лет где 15 я что вам там с модели лишь я вам приду фотографию покажу я сначала так было дернулся модели собирать там думаю стоп подожди какие модели если она парикмахер барбер разговаривает так с директором при приеме на работу как она себя будет вести или как он будет себя вести когда придут клиенты а когда будет ситуация экстремальная но начали приходить начали стричь динке я не знаю на районе дождусь динке большой привет потому что он не просто мне показал он мне рассказывал он вот-вот и ресурсы еще помимо вот как ты стрижешь на что это такое идеология в чем суть чем это можно есть с какой стороны укусить что это такое дай бог ему здоровья вот мастера начинает стричь ну стоим а уже благо первая из мастеров которая откликнулась это люда слюса дай бог ей здоровья это мой талисман удачи в белой бороде это первый мастер на самом деле классный мастер который откликнулась мы стоим с ней значит смотрим абитуриентов наших десяти пятнадцати восьмилетних я стою смотрю она подходит говорит палыч ну вы это видите игорю лют я в шоке я просто в шоке подхожу к мастеру я говорю извините пожалуйста а вы вот вы вы это уже закончили да и ритой все да то есть мыть голову да я его ничего не видите ничего не забыли нет я стою думать твою дивизию я четыре месяца пилю но усердно усердно пилю и человек десять лет думаю что-то не то люлют она горит палыч а кида смотри вот это вот это вот это вот это вот мы начинаем говорить мастеру чем были так а то вы тут все много знаете это вы там ты и так далее так далее и в начале у меня такой вот вот был как раз вот этот факт факт дерьмо вот я почувствовал дерьмо не просто в руке да я во рту почувствовал дать дерьмо думать даем или даже неужели это так или наталья сушим она горит да но ты же другим занимается а вот да твою мать думаю что делать и люга горит палыч но надо что-то надо чего-то как-то думать и рассушить я предлагаю систему спецназа она горит палыч спецназ в бьюти индустрию не подойдет я говорю спецназ подойдет везде и куда бы то ни было потому что методики подготовки и отбора они одинаковые она ведь в чем фишка и рифика следующем когда мы принимали в спецподразделения мне было пофигу какие у него мышцы какой у него рост какой он мастер спорта и какой олимпийский чемпион потому что я сдал знал что этот олимпийский чемпион сдохнет очень быстро когда на него оденем берцы форму разгрузку броник шлем боекомплект специальное снаряжение он сдохнет очень быстро он сразу поймешь олимпийский чемпион он в трусиках в кроссовочках когда пик формы ему подводят и выстрелами ты должен выполнять задачу поэтому давай так нам пофигу сколько какой у кого стаж она горит хорошо согласна верю второе что очень важно мне было все равно по большому счету какой какая у боится выносливость потому что вздыхали все рано или поздно на адской неделе все претенденты в поступление спецподразделения задыхали там так методика ставилась чтоб человек сдох как можно быстрее и уже на этом уровне когда не могу чтобы они могли показать а что через не могу он может я говорю нам нужно следующее пофигу какой у него стаж он приходит или она приходит мы смотрим как оно работает как она работает пока это она дальше мы смотрим и говорим ты это видишь если человек говорит да вижу окей уже хорошо уже вправо если греть нет влево и не тратим на это времени следующий этап они стригут только одну сторону а вторую сторону уже мы показываем какой техникой нужно чтобы там экономить время более качественно да все это делать как убирать те там полосочки которые там не недостригли мы показываем приемы и боец то есть барбер парикмахер должен это повторить если не повторит влево повторит вправо пусть он криво повторит или она но она будет стараться и нам нужно смотреть старается то есть вот как спецназе да когда уже сломался уже уже какашки полезли уже сокли кровавые у тебя пошли и вот она там она нервничает ее там с ее стажем и с ней никогда так не разговаривали не почему потому что одновременно будем проверять а какая у нее психологическая устойчивость но как спецназе а если я подойду вот стану возле нее и как можно ближе войду в зону комфорта и мне некоторые мастера такие с модных салонов говорили знаете вы как-то вот надо мной нависаете я беру дорогая моя а ты знаешь что жена станет мужчины которого ты будешь встреч и будете говорить так вот тут убери убери машинку только ножницами пока ручная работа вот здесь вот тут поправь вот тут как ты будешь работать в этой ситуации или мамочка которая ты будешь ребенка встреч она те будет тобой руководить тебе нужно будет вырулить эту ситуацию или как каждый раз я должен прибегать в барбашок в салон и улаживать или или подключается администратор что это такое таким образом мы начали отбирать людей так вот что интересно как только мы видели что человек старается даже там мое нависание мои какие-то прессинг определенные до человек был устойчив мы брали и мы заметили что насколько быстро это обучаемые люди насколько быстро следующий этап я горю то есть когда мы отобрали персонал и берем люк двигаемся дальше по спецназа на горит твою мать это одно говорит это я понимаю а дальше чего хочу тут строим ходить стрелять или нет смотри как у военных лейтенант старший лейтенант капитан майор полковник подполковник полковник генерал там ну и так дальше давай у нас идем на речи знать перед палец нас будет смеяться да мне пофигу кто будет смеяться если я буду подъезжать на toyota cruiser да но я езжу на toyota хайлайндер то пусть смеются кто ездит на этом какие машины есть еще на ланосе и там пусть смеются как бы не вопрос результат ребята главный результат когда она как это сделать сделаем так барбер топ барбер гран барбер и недавно появилась вид барбер потому что несколько выстрелили так по плотности записи по хорошим отзывам и так далее что пришлось придумать еще более выше звание выбора а очень сложно конечно то есть вот таким образом мы с дерьма пытались сделать и сделали пулю на сегодняшний день уже как бы тригут три с небольшим года мы белая борода фигачит фигачит хорошо я я доволен открываем сейчас второй барбершоп митрополита лыбки вского 18 в мае месяце мы вас приглашаем да значит там также система будет еще более отлаженная и так далее в чем основная проблема дело в том что индустрию красоту красоты в моем понимании человека со свежим взглядом да херачат и барберы и парикмахеры и директора и собственники этого бизнеса каким образом когда я набирала людей да и с одним созваниваюсь еду в аэропорт на игры суши давай по ходу в аэропорта и с тобой встречусь а он на левом берегу харьков шоссе и рустам на остановке выйдешь мы с тобой встретимся я подъезжаю чуть раньше один из банкеров который звонил просто встретиться переговорить я вышел встал смотрю столб на столбу объявления написано салон красоты приглашает парикмахеров стилистов там и так далее так далее 50 на 50 свободное посещение в любое время аренда кресла и там перечисление всех таких нищиков для парикмахеров подходит начать претендент а я стою смотрю на это он говорит здравствуйте здравствуй я прочитай не смотрю еще на него я говорю прочитай это объявление что-то здесь видишь он здесь приглашают на работу парикмахеров там стилистов я рю посмотри это ты так прочитал хочешь я это прочитаю вот здесь написано я дура бестолковая мне этот бизнес я перевожу просто на язык свой да я дура бестолковая этот бизнес этот салон мне подарил муж там любовник все что или у меня денег до крана было я не знала куда деть думала красиво с девчонками будем приезжать пить шампанское кофе и нас будут вот так все прихорашивать все будет так классно и так далее но когда я в первый второй месяц столкнулась с мастерами красоты я охерела я поняла что я не могу ими руководить не поняла что почему-то они вдруг начали мной руководить я не понимаю как делать этот бизнес поэтому приходите кто-нибудь и дайте мне кто-нибудь хоть сколько нибудь и фигасе я одну а тут я я не понимаешь вот это как вот а красота помните когда с димкой фонарёвым он не понимал вот это да то же самое не понимает это и сейчас вот очень уважаемый человек дегусар выступала и говорил что а вот да хороший мастер должен пойти и работать сам в творчестве меня колотит когда мне барбер или парикмахер говорит ну я же творческий человек и беру слышишь таких по технологии научись работать по технологии творчество приходит это конечно творчество для меня это айвазовский да там пушкин вот это творчество у нас технология открыл нож закрыл четыре с половиной трешка единичка закрыл нож и да взял брюшку тут отработал все клиента поцеловал попу отправил и все хорошо какое творчество дорогой да жена показывает что время когда нам нет тайминг и покрыть значит дорогие мои есть большая проблема конечно с набором персонала она существует не только когда мы открываем которое заведение она существует каждый раз каждый день почему потому что мы с вами не знаем а кто завтра у нас выйдет на смену а мы не знаем что сейчас вам и сам искусство скажет а мне надо ехать папу маму встречать и все а вы наверняка сталкивались с таким когда ну вот у нас эпизод был в салоне взяли девочку полтора месяца отработала она говорит я на две недели еду на море подожди ты две недели отработала какие или полтора месяца до полтора месяца какое море смотри запишет вложили деньги в тебя распиарили загнали денег и так далее как а какой море у меня был улучшает у меня тогда я увольняюсь я под каждого барбера под каждого мастера вкладываю деньги а эти деньги берутся и просто вот как я сказал вот это вот сюда просто просеркаются и есть вот те хозяева бизнеса которые пишут эти вот то что я передел я дура без толку я не понимаю как может она в чем-то она хорошая мама она хорошая но она влезла туда куда не понимает что это такое это не просто красивый бизнес это сумасшедшая паханина это не тот бизнес который воткнул лопату и куришь спокойно или сидишь под пальмой нет ты постоянно смотришь ты смотришь видеокамеры ты прослушаешь телефонные разговоры как администратор общается с персоналом с клиентами и так далее тяжелейший труд я могу сказать он по психологической напряженности напряги были такие ситуации что иногда я думаю что у меня спецназе легче было просто спецназе легче было и я понял последнее скажу же отпущу вас я последнее понял что клиент скажу крамолу клиент не всегда прав у меня все ваши аплодисменты громче 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 ну чтож друзья вопросы я надеюсь появились пётр павлович вы как владелец сети барбершопов сейчас владельцев и управляющих не принято хвалить другие сетки другие заведения тем не менее можете кого-то поставить пример в украине среди барбершопов вот кому вы планируете а я могу поаплодировать смотрите я могу поаплодировать там где стрихся значит стрихся а когда я обучался и видишь нужно я же разведчик не нужно разведать какие-то то что дима рассказал одно надо же информацию с разных источников да я начал ездить я вообще лысый ходил ну реально лысый благо вы знаете в барберинге там можно раз в неделю идти там всегда тебе барбер найдет чего там тебе подфигачить и были барбершопы когда меня вот я считаю лучшие барбершопы когда мне барбер такой фигневый да постриг и сделал закосячил я звонил администратору и говорю а можно позвонить поговорить с директорами или собственником да и мне давали телефон собственника я говорю вы знаете а я еще так себя сфотографирую я ума вам сбросить и вы можете все это дело как бы посмотреть что что с этим делать и я не не говорил какой выход из этого я хотел посмотреть а как вообще вот в барберинге хотя разницы нет я вам скажу что салон красоты кстати барбершопы сейчас скатываются вот такое в салон и бизнес уже так ну и мне интересно было какая реакция и хозяин и вопрос когда вам будет удобно подъехать это был бородач салон бородач и сам собственник я щас не помню как его зовут мы приехали он меня там буквально там за 30 минут подровнял все вот это я считаю хороший барбершоп если в барбершопе есть вменяемый хозяин который радеет за это либо директор который у него душа болит он всегда сам звонит мой телефон не секретный в любое время мне там не бывает мне звонят когда ну бывают такие вещи все мы будем говорить да приезжает клиент все хорошо администратор говорит так он уехал все класс зашел мы там в туалете даже сделали такую стенку что очень хорошо видно все вот знаете там посмотреть себе можно приезжает домой жена слушай что за фигня и него на жена может звонить дайте директора это пол 11 12 но во сколько муж придет домой и я это все дела как бы принимаю там уваживаю там это естественно так вот вот бородач вот именно так и сделал еще вопрос а где давайте на тот же самое дима я просто его ну там как бы косяком не было но я просто знаю какой он как он его подход как он решает вопросы а то что у нас в салонах и в барбашопах есть разный уровень и иногда и мастера серьезным мы сном мы с вами знаем иногда можно закосячить то есть но можно и и здесь очень важно как реагирует хозяин поэтому я считаю хороший барбашоп тот который там хозяин лично поднимет не выставляет того-то барбера администратора а сам берет и звонит потому что очень важно все вот это дерьмо слышать и пробовать самому чтобы правильно и адекватно уметь реагировать потому что клиента не прав но он-то не всегда не прав и они-то нас воспитывают как и наши маленькие дети мы их не должны воспитывать мы сами себе должны вот так же самое и в управлении вот этим очень красивым и прекрасным бизнес спасибо за ответ там уже поаплодировать то есть еще у кого-то какие-то вопросы созрел кто-то и не стесняемся поднимаем руку задаем вам огромное спасибо и для вас небольшой презент от нашего партнера мы делаем фотографию то есть друзья мы двигаемся дальше ставим в область нашего партнера